Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Добро здоровиться! Итак, мы с вами продолжим нашу рубрику Клизма. Дневник 4-6 Клизма. Эффекты и что получается, что происходит. Вот я прослушал предыдущее видео и сразу же хочу сказать следующее. Вот вы начали чем-то заниматься. И как понять, есть какой-то эффект или нет? И в первую очередь, если взять тонкую составляющую, часть нашего бытия, мне снится сон, который указывает, как эта процедура действует. А именно, интересный очень сон. Я сижу и рассматриваю пилу. Пила необыкновенная. То есть, с помощью этой пилы будут там кое-чего в толстом кишечнике у себя отпиливать, возможно, даже полипы. Вот, и вот эти вот все это смотрю, как это, что это там работает, так с интересом, наблюдая за этими зубчиками, такой механизм. Вот, потом пришел хозяин с хозяйкой, так что-то как-то мило с ними поговорили. Потом осталась хозяйка какая-то такая толстая, гружная женщина. Мы с ней уже как селфи что-то стали делать, но как-то она навязываться стала, навязываться несколько стала. Вот сны. Обращайте внимание на сны. Если вы что-то начинаете делать, и особенно если это правильно, и особенно если это дает какой-то эффект на тонком уровне, сразу же в следующем буквально таки сне вам покажут. Вот такой вот был сон. Это первое. Далее я как раз рассказывал, что вот огромное поле деятельности. То есть клизма представляет огромное поле деятельности. Но в первую очередь это насчет состава. Вот как раз насчет пила, которая мне приснилась, и как это связывается с составом. Еще на передаче Малахов Плюс пришла пара на передачу. И началась такая история, что вот пришла девушка в больницу, проведет там свою подругу, и увидела там парня. Парня так на него, на него глаз положила. А ей говорят, слушай, ты на него никаких этих надежд не строен. Он болеет остеомиелитом, то есть у него гниют кости. Почистят, какое-то время пройдет опять, то есть это идет уже не один раз. И согласно мнению налечащих врачей, это все просто-напросто идет на истощение. Так или иначе, конец будет плохой. Но они не стали ждать. Девушка вышла за него замуж, вместе они начали искать. И как раз вот этот парень уже, муж ее, начал рассказывать, что они применили живокост. Живокост и, говорит, клизма. Сделали клизмочку с живокостом. И, говорит, вот эти вот весельки, которые, знаете, бывают тут на шее, под мышками и так далее, подпадали там полипы и прочее, прочее. То есть мощное действие. И я еще с той передачи, они принесли этот живокост сухой, я его взял, и он у меня хранился, хранился, хранился. Возможно, срок действия уже давным-давно истек. Но, тем не менее, я его не выбросил и решил применить. Значит, вкус получается вот этого настоя водного для клизм, он такой вяжущий, специфический запах. Ну, думаю, да, ничего страшного, попробую. И вот я уже сделал парочку клизм с вот этим вот настоем. Ну, самочувствие так нормально, пока ничего отвалится, не отвалилось. Еще разок повторю, что это уже четвертая-шестая клизма. То есть всего я сделал шесть. Вот как раз сегодня ночью что-то приснится, что я делаю. То есть огромное поле клизмы, это вы, меняя различные травяные составы, можете воздействовать больше на то, больше на это и добиваться соответствующего эффекта. Либо не добиваться ничего. Все требует знания, все требует опыта, тогда будет получаться. Что еще хотел сказать, вот этот как раз написал, вес восстановился. То есть лучше началось усвоение питательных веществ организмом и вес восстановился. Ну, естественно, энергетику, вы видите, прибавилось. Вот я еще зачеркиваю этот пункт. Так-так вы чувствуете себя как-то поживее. Вот действительно снижение вот этой вот токсической нагрузки, токсическо-шлаковой нагрузки на организм, она сразу же сказывается на выносливости, на энергетике. Лучше стал работать на толстый кишечник. Он уже стал оформлять стул. То раньше он как-то у меня после приема тмина, все это вроде нормализовалось, оформилось. А потом потихонечку как-то все это опять размылось, не то. Сейчас опять, значит, стало оформляться, стало так сказать работать. Это хорошо. Теперь перейдем к тонкости самой процедуры клизмения. Действие заключается в следующем, что когда вы начинаете делать саму процедуру, впускать в воду, то получается, что вода слишком быстро заходит. И поэтому вы можете, стоя в коленно-локтевой позе, ну в данном случае у меня левой рукой, так как горелка эта расположена с левой, трубка идет. Я припережимаю трубочку, и как только чувствую, вот она вода пошла, 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 а в толстом кишечнике, вот вы можете здесь посмотреть, у нас имеется огромное количество там разного рода этих вот заслонок, которые не сразу открываются. Потому что, можно так сказать, в каждом, вот несмотря на то, что толстый кишечник, имеется там восходящая часть, поперечная часть, нисходящая часть, в каждом отделе, который еще поделен на разного рода пододельные, совершается своя собственная работа. И для того, чтобы вода проникла дальше, вот эту заслоночку надо расслабить, она может быть закрыта, и может не сразу расслабиться, выпускать воду. Поэтому возникает распирание, которое, естественно, не дает дальше делать эту процедуру. Для того, чтобы вот ее как бы расслабить, необходимо, ну вот, особенно в начале, подождать, то есть прекратить доступ воды в полость толстого кишечника. И как раз я левой рукой и пережимаю. Я пережимаю, пережимаю, чувствую вот это вот распирание в левом углу живота. У меня уменьшается, или стороне уменьшается. Вода, то есть пошла, пошла, пошла дальше. Я приоткрываю, и опять водичка пошла, и опять водичка пошла. Так можно комфортно вводить в воду. Опять-таки, количество воды. Вот где-то я до литра ввожу, более-менее нормально. И бывает так, что этот ввел, как бы она попросилась. Я, значит, прекращаю процедуру, практически вся вода уже ушла из этого литра. На унитаз сажусь, что-то там лишнее вылилось, ну, не так уж много. Пускай даже хоть половина вылилось, но половина-то здесь остается. Я ложусь, как я вам показывал, поднимая таз, полежал, потом лег на правый бок, чтобы сюда очень хорошо, значит, получается. То есть первый раз. У меня остался еще, я сразу сделал где-то литра два настоя этого живокоста. И я решил еще повторно сделать. Повторно я начал делать, думаю, сейчас она еще войдет лучше. А нет, знаете, рефлекторно вот эти все анус сжался. И не хотел пропускать, чтобы я трубку даже вставил. Пробовал, пробовал, поразливал эту там воду. Ну, что-то, конечно, там вошло. То есть лучше всего вот раз сделали, она вошла и работает. И как раз вот она вошла в первый раз. Я полежал, потом она сработала, вышла часть, значит, этих фекальных масс, глубины толстого кишечника. И уже появилась немножечко вот эта стекловидность слизи. Слизь может образовывать в толстом кишечнике пробку, для того, чтобы вы ее особо не тревожили. И когда надо, она там раскроется, что-то там пропустит. А когда не надо, она тоже как разумное существо. Так, опа, и закрылась. Но мы будем продолжать. То есть я попробовал, мне понравилось сделать с живокостом. Вот две я сделал. И, как бы сказать, прицарможу. Я хочу добиться, чтобы у меня легко и просто входило где-то литра полтора, туда поглубже. И потом применить, сменить состав, который бы подействовал на разного рода, если там есть полипы или еще что-то там такое. Вот на это. Итак, значит, как впускать воду, я вам рассказал. И вот одна клизма за другой. Ну, у меня вот такая вот картина получилась. То есть я пришел к выводу, что вот одну сделал и хватит. Ежедневно одну, после того, как вы сходили в туалет, естественно, порожнились, вы делаете эту клизмочку. Дюжи часто делать не надо. Повторная клизма как раз я рассказал. Лично у меня не пошла. Может, у кого-то она и идет. Ну, насколько я себя помню, вот особенно на голоде, начинаешь, начинаешь, потом эти два литра так, знаете, вливается без всякого якого, ничего тут не распирает. Все открыто, все это. Ну, когда идет процесс пищеварения, скорее всего, вот такие вот вещи и наблюдаются. Потому что, еще разок повторю, в каждом отделе вот этого толстого кишечника совершаются какие-то свои пищеварительные процессы, обработка этой массы. И все это, естественно, клапанами зажато. Вот сколько этих клапанов я как раз нашел. Вы можете посмотреть. Огромное количество. Буквально-таки, знаете, как на гармошке играешь. Более того, если какие-то эмоциональные переживания, вот есть так называемые спастические запоры, можете глянуть, что вообще толстый кишечник, вот такая трубища, спазмируется вот в такую вот. То есть, вот. Ничего сюда не происходит. Это надо потихонечку все расслабить. Не так-то это просто происходит, да? Значит, насчет заслонки в кишечнике и расшлаковка, я как раз вот это вот посвятил этому. Я вам рассказал, что я ощущаю после того, как я уже сделал, значит, 6 очистительных клизм процедур. Вот потихонечку все это дело идет. Дает свои результаты. Не такие быстрые, допустим, как хотелось, чтобы ты раз сделал, ага, и хоп! Там полипы повываливались или еще что-то. Всему свое время. Ну вот на этом и закончим.